Позади уже дальние дали, годы будто в тумане видны, и давно уже взрослыми стали внуки тех, кто вернулся с войны. Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в эти дни у всех воинских мемориалов городского округа Щелково. На митинку памятника, где увековечены имена невернувшихся с фронта жителей села Жигалово, собрались местные жители, представители общественных организаций, активисты Совета Ветеранов. Стоит напомнить, что этот мемориал на улице Московской был совсем недавно благоустроен. Здесь спилили засохшие деревья и высадили молоденькие елочки, а ограждения вокруг оформили в стиле граффити. Первичной ветеранской организацией микрорайона Жигалово руководит Надежда Егоренкова. Выступая на митинге, она с горечью отметила, что с каждым днем ветеранов, живых свидетелей Великой Отечественной войны, становится все меньше. За последние полтора года ушли 13 человек. Поэтому так важно, чтобы историческая память о войне передавалась из поколения в поколение. И вот наша задача, наверное, тех, кто живет, тех, кто пока еще помнит все эти ужасы войны, донести память эту историческую до наших детей. А они, чтобы доносили эту память до своих детей. Надежда Ивановна всего год руководит Советом ветеранов, но уже успела завоевать уважение и даже любовь местных жителей. Еще бы, такой яркий, ответственный, а главное, творческий председатель. Она и стихи пишет, и песни поет, и вышивает. От имени областного Совета ветеранов ей вручили три диплома лауреата многожанрового фестиваля народного творчества, посвященного 80-летию битвы за Москву. День Победы, как мы все понимаем, это праздник со слезами на глазах. Память всех павших, не только жигаловцев, почти ли минуты молчания. От имени администрации городского округа Щелково к памятнику возложили венок. И каждый присутствующий подошел и тихо выразил свои слова благодарности предкам, отстоявших для нас свободу и независимость Родины. Ирина Микеда, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok